Привет, друзья! Привет! Ну, я люблю показывать что-то новое всегда, вот то, чего кто-то не видел ещё в нашей школе Homo Futurus. Во-первых, я вам хочу сказать, все упражнения, все приёмы по ключу, они основаны на природных закономерностях, явлениях, свойствах организма человека. И вы их инстинктивно всегда делаете, не всегда отдавая себе в этом отчёт. И когда вы делаете эти упражнения сознательно, то, что вы обычно делаете иногда инстинктивно, ну, там, дрожите на морозе, там, или чешите голову, там, если вы сознательно это делаете, то у вас происходит размыкание и смыкание двух половин мозга в этот момент, да, очень интересное явление происходит. Вот, например, если вы возьмёте сознательно сейчас, просто движение, вот я взял, поднял руку, вот так сделал, а теперь будете делать чисто механически, очень медленно, вот это же движение, вот, медленнее, чем медленнее, секрет эффекта, именно максимальность замедленности, ещё медленнее, ещё медленнее, ещё медленнее. То есть я же вынужден сознательно делать, чтобы медленно делать, таким образом я немного напрягаюсь, а потом в какой-то момент отпускаю, и она идёт уже сама. Ну, то есть, короче говоря, если бы любое действие, вот, например, застыл на каком-то действии, оцепенел, да, сказал себе, стоп, ты что-то делаешь, стоп, остановился, и медленно продолжаешь это действие, как бы играя, и потом отпустил себя, и у тебя наступает такое ощущение благоденствия. Ну, попробуйте. А сейчас я хочу сказать вот о чём. Специально приезжала из Рязани Анастасия Крамер, вот я её тогда после этого, после первого приезда, я её там образ такой делал, образ, да, смотрите, глаза какие, да, глаза какие, да, о, какие глаза, зеленоватый, с режинкой, удивительные глаза. Ну, картина называется Крамер, по её фамилии, значит, чтобы загадочней было, да. И вот она-то водит хороводы в Рязани, специально приезжала, и вот ещё раз приезжала, и мы развенчивали, разоблачали фокус хождения по стёклам побитым. Я там рассказывал, и ещё мы показывали это, как побили прямо вот эти вот бутылки, прямо с ней, она боялась этого, я говорю, да пойди ты нормально, главное, чтобы на отдельное стихло не наступать. В этом же секрет фокуса. И она ходила, и всё это мы поставили на Ютуб, а мне вот товарищ сказал Алексей Чертухец, который мы это, ну, так вот проводим, вот эти всякие, сериал наш такой маленький проводим, да. Вот. А он мне говорит, слушай, не надо ставить Ютуб, ещё заблокировать весь твой канал. Ну, колющее, режущее. Ну, да, Наташа, колющее, режущее, ну, не надо ставить Ютуб. Хотя просмотров там было бы сразу очень много, да. Но мы ради того, чтобы нашу школу, ну, этот же канал по существу, мой Ютуб-канал, там же школа наша смотрит, Homo Futurus, человек будущего. Ну, чтобы не заблокировать канал, ну, я, ну, не стал ставить на Ютуб, и тогда мы поставили это ВКонтакте. Наташа, где вот надо, чтобы... Ну, ВКонтакте в школе Homo Futurus. Школа Хоса Алива, Homo Futurus ВКонтакте. А также на твоей странице ВКонтакте эта запись закреплена в самом верху. Ну, и хорошо. Но самое интересное, что... Сейчас мы будем ещё другие фокусы разоблачать. Ну, как видят там без помощи глаз, как вот так повязку надевают, или как там понюху определяют какие-то предметы. Ну, вот эти все фокусы я буду разоблачать. Ты сам когда-то в это верил, да, что можно видеть, ходить по стёклам, да. Как ходить по стёклам, что... Ой, Господи. Что это нужно быть йогом, чтобы ходить по стёклам. Да, что это надо быть йогом, там, покалывать, прокалывать, там, себе мышцы, там, всё это я показывал. И тоже на Ютубе, боюсь, это показывать, что мне заблокировали. И вот, значит, я покажу все эти фокусы и буду разоблачать. А тут мне вот под следующим, где мы ВКонтакте дали вот этот вот побитым стёклам, как прыгать, ходить там, ложиться, там мне уже написали, а разоблачите, пожалуйста, как двумя пальцами поднимают тело человека, несколько человек берут пальцами, вот так поднимают. Да, конечно, покажут. Ну, или человек лежит на двух стульях. Помнишь, тоже фокус. Да, 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 слушай, это старые каталепсию вызывают на двух стульях, затылок на одном стульях, пяточки на другом. Я всё это буду показывать там. И смотрите вы под видео, значит, ссылки, заходите в школу Homo Futuris, потому что я для чего это показываю? Чтобы все научились различать, где фокусы, а где информация. Потому что очень многие люди, особенно молодые, которые не в курсе дела, которые не понимают, что их просто обманывают, они ведутся, ходят на эти курсы там. Да, учатся ходить по битым стёклам. По битым стёклам якобы у них открылись какие-то невероятные возможности. Они сами... Сверхъестественные, как сейчас оба любят говорить. Да, сверхъестественные, таинственные явления человеческих возможностей. А на самом деле я всё это проходил в свою жизнь. Всё это изучал, начиная от кожного зрения до телепатии. И уже, как профессиональный специалист, эксперт, буду вам показывать фокус, объяснять, как он делается, и буду показывать реальность. Потому что реальные вещи гораздо интереснее, гораздо великолепнее, гораздо могущественнее. Реальные вещи. Чем вот эти фокусы? Я вам больше скажу. Даже йогу, когда пытались пропагандировать в мире, тоже смешивали с фокусами. Почему? Потому что людей как-то завлечь хочется. И они смешивались с фокусами. Йогов показывали, что они там... Летают, открываются от земли. Да, ещё там, что они там что-то делают, жуют стаканы. Я вам покажу, как жевать стаканы, и покажу, что это фокус. Да много чего покажу. До встречи, друзья. До встречи. До свидания. До свидания. Да, ссылки, смотрите, ссылки в описании, они все есть под нашим видео. Присоединяйтесь к нашим группам, там будет много интересного. Да, до встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...